Образовательный кредит для обучения в университете или колледже в нынешних условиях становится все популярнее и актуальнее. Если абитуриенту не удалось поступить на грант или уже в ходе обучения студент не смог оплачивать услуги университета, деньги в долг становятся едва ли не единственным способом стать дипломированным специалистом. Здравствуйте, меня зовут Сергей Корняков. Вашему вниманию программа «Кабинеты». Финансовый центр при Министерстве образования и науки выдает гарантии по образовательным кредитам, благодаря чему абитуриенты или уже студенты могут беспрепятственно получить деньги в долг в одном из банков второго уровня. Если не хотите занимать, можно накопить. Об этом и не только. Беседуем сегодня с президентом АО «Финансовый центр» Рамазаном Алимкуловым. Рамазан Сухумович, здравствуйте. Меня зовут Сергей Корняков, программа «Кабинеты». Рамазан Алимкулов, очень приятно. Одна из основных сфер вашей деятельности – это образовательная накопительная система. Вообще, что это такое и означает ли это, что платное образование в стране станет доступнее? Да, действительно, у нас в Казахстане с 2013 года существует уникальная система, механизм данный называется государственная образовательная накопительная система. Уникальность данного механизма заключается в том, что это дает возможность, дополнительную возможность получить образование на платной основе. В 2013 году, в январе, главой государства был подписан указ, и буквально мы в середине года начали принимать первые вклады. И в течение 2017 года, если первые банки, количество банков было два, сейчас, по истечении определенного времени, в принципе, относительно немного, уже шесть банков работают по этой системе и принимают вклады населения. Особенностью данной системы является то, что кроме банковского вознаграждения гражданин получает еще и премию государства в размере 5 или 7%. Вот сейчас, как вы знаете, в среднем 10% банковское вознаграждение, плюс 7%, это 17% годовых, это очень хорошие банковские проценты. Таких процентов, в принципе, не дает ни один банк Казахстана. Особенность данного механизма заключается еще в том, что на территории бывшего Советского Союза подобный механизм работает только в Казахстане. Мы изучали международный опыт, до внедрения данной системы эксперты выезжали, изучали, и данный механизм, накопительная система для получения образования, она, в принципе, успешно работает в ряде зарубежных развитых стран. Это Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швеция, Сингапур, Малайзия. То есть, в принципе, мы немножко скомбинировали, модернизировали и подвели под казахстанские условия. И отрадно отметить, что в прошлом году фондом «Бобег» благодаря Саре Алпасовне было выделено около 5 миллиардов тенге для того, чтобы по государственной образовательной накопительной системе были открыты счета в отношении детей-сирот. И очень приятно, конечно, отметить, что в этом году данная инициатива фондом «Бобег» была продолжена. И в отношении 500 детей, вернее, 800 детей, данные накопления были открыты. Данные накопления были открыты в отношении 800 детей. Если не получилось накопить или не успели накопить, то можно взять образовательный кредит. Чем он отличается от обычного займа в обычном банке? Возможно, там условия какие-то другие, процентная ставка, срок кредитования? До получения образовательного кредита вообще этот механизм дает уникальную возможность, хорошую. К примеру, срок накопления до 20 лет. То есть, в течение 20 лет государство выплачивает ему премию. То есть, 20 лет мы считаем, что это достаточно срок для того, чтобы можно было бы рассчитать, каким образом собирать, поскольку, чтобы уже ребенок по окончании школы уже мог поступить, скажем так, высшее или профессионально-техническое образование получить. Кроме этого, данным механизмом, особенностью является то, что само по себе открытие этого депозита, он универсален. Практически минимальный пакет документов. Это достаточно наличие, присутствие одного из родителей и свидетельство о рождении на ребенка. У каждого, конечно, разные финансовые возможности в случае, если не смог он накопить полную всю сумму. И у нас в законе прописана четкая норма, согласно которому банк, где гражданин накапливал накопление на получение образования по нашей системе, он имеет право получить образовательный кредит, льготный образовательный кредит в финансовом центре. То есть мы являемся подведомственной организацией Министерства образования. Льготность данного кредита заключается в том, что, во-первых, там процентные ставки намного ниже, чем, скажем так, потребительские кредиты. И срок кредита, то есть до 10, некоторые банки дают до 12 лет. Причем льготность еще заключается в том, что во время обучения учебных заведений и плюс 6 месяцев он освобождается от выплаты основного долга. Вторая особенность данного кредита – это преимущественно беззалоговые. Вы сами понимаете, что залог – это основное критерие, основное препятствие при получении кредита. В отношении студентов, в отношении данного образовательного кредита, они могут без залога получать эти деньги, скажем, на обучение. За все время действия программы сколько было выдано кредитов и на какую сумму? Система кредитования, она, как я уже отметил, 2009 года действует. И в настоящее время мы уже прокредитовали около 6 тысяч студентов. Возможно, это относительно небольшая цифра, но в данном направлении мы работаем, увеличиваем, поскольку подключаем еще разные механизмы. Как происходит погашение кредитов? И наверняка есть какие-то проблемные должники? Какие меры к ним принимаются? Кредиты возвращаются в планном режиме. Естественно, по статистике у нас есть доля просроченных кредитов, но в процентном соотношении это не превышает 10%. Мы работаем с ними в рамках правового поля, в судебном порядке. Кроме этого, мы подключены в этом году к другим информационным системам, в том числе и благодаря государственной образовательной накопительной системе. У нас есть возможность через электронное правительство уже наши базы интегрированы. По душевое нормативное финансирование, расскажите об этом нововведении, значит ли это увеличение конкуренции среди учебных заведений? По душевое нормативное финансирование мы внедряем в режиме пилота с 2013 года, согласно поручению главы государства. Это международная практика. Самый главный принцип заключается в том, что деньги идут за учеником. Это основной принцип по душевому финансированию. Как вы знаете, раньше при Союзе это была у нас сметная система финансирования. То есть сколько школа запрашивала, столько выделяла. Или же, когда ситуация экономическая была не такая уж и важная, тогда давали школе денег столько по остаточному принципу, скажем так. Сейчас это все подведено под формулу. Благодаря по душевому финансированию мы закладываем фонд стимулирования, скажем так, стимулирующую составляющую. Это в размере 10% от общего объема финансированной школы. Для чего это делается? Во-первых, это международная практика. Везде необходимо стимулировать хороших педагогов. И эта система у нас заработала. Причем управленческие функции в отношении школы в этой системе заложены так, что они переданы пописительским советам. На каждого учителя составляется досье по итогам определенного времени. И этот педагог перед пописительским советом защищает свои достижения. После этого только пописительским советам выносится решение примировать или иные меры поощрения. И необходимо отметить, что благодаря этой системе мы, скажем так, разбудили некоторых спящих учителей. Спасибо вам за интересную беседу. Удачи в вашей работе. Вам тоже спасибо. И вам тоже удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!